Депутаты городского совета взяли на контроль качество очистки городских дорог. Накануне группа народных избранников вместе с представителем мэрии проинспектировала самый неблагоприятный в плане уборки микрорайоны города – поселки Мирный и Лесозавод. Поводом для такого повышенного внимания послужили многочисленные обращения жителей города жалобой на отсутствие уборки снега как таковой. Виктор Торопов много лет работает на котельной нового поселка, и каждый год весной дорога на работу превращается в квест – как преодолеть лужи и не промочить ног. Ну, микрорайон чистится раза два в год, не больше. Сами, наверное, видите. Еще не совсем оттаяло. Через недельку подъедете. Желательно на вездеходе. Это в последние 10 лет уже традиционно. Раньше еще как-то что-то было, когда с АТП трактор чистил. Ежедневно выходил. Я здесь работаю давно на котельной. Раньше трактор чистил с АТП каждый день. Сейчас редкость технику увидит. Снежные горы по обочинам, колея на дорогах и заметенные вровень с горкой детские площадки. Жители микрорайона устали писать жалобы и звонить по инстанциям. За содержание данной территории отвечает муниципальное предприятие «Чистый город». Мы сюда приехали для того, чтобы определиться, в течение какого времени городские службы наведут порядок на этих объектах. По причинах объективных, субъективных мы, конечно, поговорим уже потом, в мае-июне. Потому что могу точно сказать и от себя, и от коллег-депутатов, вопросы, связанные с приобретением техники или увеличением заработной платы работников чистого города, для нас никогда не были проблемы. Всегда был зеленый свет. Ведение городского предприятия «Чистый город», на которое возложена обязанность по уборке этих улиц, еще 76 дорог общей протяженностью 41 километр. 160 тысяч метров междворовых проездов, в которых предписана ручная механизированная уборка. А снегопады и метели в нашем заполярном городе – частые гости. Поэтому успеть все работники предприятия просто не могут. Графики нарушались именно из-за этого. Мы все помним, что у нас в этом году снега выпало, ну, несколько больше, допустим, чем в прошлом году и позапрошлом году, да. То есть уже вот, как я вам уже говорил, да, на данный момент предприятие вывезло более 45 тысяч кубов снега. Ну, это как бы вот цифра. Если в прошлом году было вывезено 53 тысячи. Кроме того, в приоритете уборка автомобильных дорог для общественного транспорта, территории, сопряженных социальными учреждениями, больницами, школами, детскими садами. Дороги в микрорайоне «Мирный» и «Лесозавод» чистятся нечасто. И на это, в общем-то, есть объективная причина, говорят специалисты. Они относятся к четвертой и пятой категории. И это допустимо. Но все-таки основная проблема, по которой транспорт чистого города не доходит сюда – это малое финансирование. В данный момент того количества техники, который сейчас есть у чистого города и того норматива, все же у нас бюджетом предусмотрены денежные средства в меньшем объеме, чем это требуется для нормативного содержания. Все же денежных средств не хватает. Необходимо искать варианты решения проблемы, подводит итог инспекции и депутаты. Возможно, придется изыскать средства в городской бюджет. Сейчас мы обратимся и будем контролировать работу, выполнение работы, чтобы чистили снег. В принципе, мы уже не говорим за дороги, потому что весна, но снега, которая скопилась очень много, куча снега. Их надо вывозить, потому что они все потекут, и будут большие, огромные лужи. И это дискомфорт просто-напросто. Кстати, со следующей недели в чистом городе ожидается пополнение. Уже приобретен трактор для уборки городских улиц. В понедельник он будет введен в строй муниципального предприятия. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.